Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А их в Египте порядка сотни. Армия вновь стала руководящей политической силой. Нынешний президент Египта, отставной генерал Абдельфа Тахасиси, он был избран на этот пост в 2014 году. По своему типажу он, на мой взгляд, напоминает нашего Владимира Владимировича Путина. Практически тот же возраст, он на два года моложе Путина, тоже невысокого роста, опять же бывший военный. И причем он неоднократно бывал в России. А в 2019 году были приняты поправки в Конституцию, продлившие президентский срок с 4 до 6 лет. Между прочим, точно так же, как в России, но попозже. Так что, если Сиси будет вновь избран, то может оставаться на посту до 2030 года. Прошлые выборы президента в 2018 году были своеобразными. Сиси, будучи президентом Египта, по существу не имел конкурентов. В последний момент свою кандидатуру выдвинул председатель партии Альгат Муса Мустафа Муса. Он получил всего 2,92% голосов. Некоторые политические силы байкотировали выборы. В них участвовал лишь 41% избирателей. Надо сказать, что в ту пору обстановка в Египте еще не была, так сказать, какое тут слово лучше. В общем, братья-мусульмане еще не были подавлены и уничтожены. Скажем, в Каире, в Александрии перед этим были взрывы, и погибли люди, и было введено чрезвычайное положение. И вот в этой ситуации народ, который обычно участвует в выборах порядка 50-55%, так участвовал лишь 41% избирателей. И те, кто противостоял Абдель-Фаттаху Ассиси и его политике, кто поддерживал братьев-мусульман, в общем-то, они от участия воздержались. Ну, с тех пор внутренняя обстановка стабилизировалась, и приостановлено действие закона о чрезвычайном положении. Ситуация в стране, и особенно на севере Синае, а это был такой рассадник, что ли, сильного несогласия, она значительно улучшилась. После 2013 года там сконцентрировались противники новой власти из числа братьев-мусульман, и они периодически нападали на военных. Армия понесла значительные потери, но террористы, в конце концов, были ликвидированы. Кроме того, освобождены лица, содержащиеся под стражей, до сюда, и президент также объявил помилование. То есть сейчас обстановка в Египте более устойчивая, и с серьезной конкуренцией армии, пожалуй, что пока нет. Кандидатов в президенты должны проходить, выполнять несколько условий. Они должны происходить из семьи двух египтян. Ни они, ни их родители, ни их супруги не должны иметь других национальностей. Они должны иметь высокую академическую степень. Они должны пользоваться всеми гражданскими и политическими правами. Они не должны быть осуждены за тяжкое преступление, связанное с нарушением чести или общественного доверия. Они должны пойти в обязательную военную службу или получить освобождение. Они должны представить медицинское заключение, подтверждающее их способность выполнять обязанности президента. При этом кандидатам на пост президента должно быть не менее 40 лет на дачу начала процесса выдвижения. Чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата, выправдившие указыванные требования лица, должны заучиться поддержкой либо 20 депутатов парламента, либо 25 тысяч граждан из по меньшей мере 15 провинций. При этом из каждой провинции должно быть не менее 1000 одобрений. Кандидатуры на выборы, кроме президента Абдельфаттаха Ассиси, на этот раз выставили еще три парламентария. Фаид Захран, глава оппозиционной Египетской социально-демократической партии, Абдельсанат Ямама, глава партии Аль-Вафт, кстати, старейшей партии Египта, и Хазим Амар, представитель Народной републиканской партии. Все они получили поддержку парламента. А не рядовых граждан. Захран – 28 депутатов, Ямама – 22 депутата, Ямама – 44 депутата. Что касается Ассиси, то он получил поддержку более 200 депутатов. Как и во время предыдущих выборов, ни один из кандидатов парламентариев, не рассчитывав, выставивших свою кандидатуру, не рассчитывал на победу. Но участие в выборах позволяет привлечь внимание к программам политических партий. Так, Фарид Захар в случае выбора пообещал уделить приоритетное внимание потребностям провинции Верхнего Египта. Абдель Санат Ямама сказал, что будет вести переговоры с Международным валютным фондом о реструктуризации внешнего долга Египта, который, между прочим, составляет рекордные 165 миллиардов долларов. Хазим Амар обещал ограничить расходы на инфраструктурные проекты в пользу инвестиций в сельское хозяйство и промышленность. Махмуд Фаузи, руководитель предвыборной кампании президента Ассиси, обратил внимание на внешнеполитические проблемы Египта. Он указал на положение в Газе и гражданские войны на западной границе, в Ливии и на Южной, в Судане. «Нам нужно избрать человека, который имеет опыт и знает, как защитить нашу страну», отметил Махмуд Фаузи. Сначала голосование прошло с 1 по 3 декабря в штаб-квартирах египетских дипломатических мистей в 121 стране. Согласно традиции, у каждого кандидата есть избирательный символ, который наносится на бюллетень. Это нужно для участия в голосовании неграмотных. Их до сих пор достаточно много в Египте, особенно в провинции. У Абдельфа Тахасиси символом является звезда, у Фаида Захарана – солнце, у Абдельфа Санада Имама – пальмовое дерево и у Хази Мамара – лестница. Первый тур выборов состоялся с 10 по 12 декабря нынешнего года. Национальное управление дало разрешение 24 посольствам, 67 дипломатам и 20 международным наблюдателям следить за ходом голосования. Разрешения также даны были 68 местным организациям и более 22 тысяч местных наблюдателей. Незадолго до начала выборов я направил письмо в посольство России в Египте с вопросом, входят ли представители России в это число. Но, к сожалению, ответа так и не последовало. В выборах участвовало в этом году 44,7 миллиона избирателей из общего числа 67,3 миллиона, то есть почти две трети участников, то есть 66,8%. Это значительно больше, чем на выборах 2018 года. Тогда в них участвовало всего 41% избирателей. Результаты нынешних выборов таковы. Абдель Фаттаха Сиси – 89,6%. Хазим Амар – 4,5%. Фаид Захан – 4%. И Абдель Санат Имама – 1,9%. Если сравнивать нынешние и предыдущие выборы, то стоит сказать, что Египет в 2018 году был еще разделен на армию и братьев мусульман. И это дало низкий процент участия. Повлияло в ту пору и ситуация на Северном Синаре. Сейчас армия – единственная политическая сила в стране. Война же в Газе временно отодвинула внутренние проблемы на второй план. Как говорили некоторые избиратели, они участвовали в выборах из-за положения в Газе. Из-за положения в Газе. На этом все. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Олег, пожалуйста, у нас есть возможность задать вопросы. Пожалуйста, Борис Васильевич. Спасибо большое за интересный такой конкретный доклад. У меня вопрос, даже два вопроса. Первый вопрос. Известно, что СИСИ предложил египетскому обществу вот такой вот, так называемый, национальный диалог. Вот какую-то, собственно говоря, дополнительную, так скажем, тенденцию это придало обществу. И были ли результаты. И вот каковы сейчас те партии, может быть, которые участвовали в этом диалоге. Смогли ли они как-то усилить свое влияние. Это первый вопрос. Второй вопрос относительно ситуации, или, так скажем, позиции Египта в отношении войны в секторе ГАЗа. Вот насколько, на Ваш взгляд, эта война, которая продолжается, собственно, наверняка будет еще продолжаться какое-то время, сможет ли она как-то радикализироваться в каком-либо плане египетской общества? То есть поддержку палестинского движения в большей степени в том, что отношение к Израилю будет, естественно, приобретать уже более радикальный характер. Вот мы бывали в Египте, и, собственно, антиизраильские настроения там в среде такого, не сказать простого, но в общем-то в среде египетского общества они сильны. И насколько Египет сейчас вот действительно, ну это в плане второго вопроса, действительно ли подавлено, вот вы сказали, что подавлен радикальный исламизм, радикальные течения братьев-кусульман на Финайском полуострове, так ли это, собственно, то есть до конца уже не существует вот этой опасности на Финайском полуострове? Спасибо. Пожалуйста, спасибо за вопросы. Ну, что касается переговоров между различными партиями, то, насколько я понимаю, они продолжаются. Вот. Что они там обсуждают, и что потом говорят президенту, ну это вопрос отдельный. А вот что касается Газа, ну, во-первых, конечно, сам президент и его окружение категорически против мусульман в Газе, потому что они, в общем-то, очень близки братьям-мусульманам, вот, но тем не менее, есть какие-то национальные интересы, которые невозможно отбросить, так, и, пожалуй, один из них, это не дать Израилю вытеснить жителей братьев-мусульман на Синайский полуостр. Так? Вот. И вообще Египет занимает очень активную антиизраильскую позицию, и президент не раз встречался с арабскими лидерами, чтобы это все обсудить. Так, министр иностранных дел, он до сих пор находится в Штатах, очень резко выступает против позиции Израиля. Ну, а народ, народ, как был категорически против Израиля, это так, в общем-то, и остался до сих пор. И тут пока ничего сделать невозможно. Так, пожалуйста. Спасибо большое, Вадим Владимирович. Есть еще вопросы к коллегам. Я позволю себе тоже задать, Вадим Владимирович. Вот вы сказали о том, что руководство Египта, оно настроено против движения Хамаса, оно осуждает его и вынуждено находиться меж двух, как минимум, огней, да, это с одной стороны улица египетская, которая абсолютно солидарна с палестинцами в нынешних условиях, и с другой стороны это собственные интересы, понимание того, что решить экономическую проблему проблемы Египта без американской помощи, следовательно, без сохранения отношений с Израилем невозможно. Как с вашей точки зрения в данной ситуации репутация Египта как региональной державы, ну или по крайней мере страны, которая претендует на возвращение себе такового статуса, она сильно в данных текущих условиях страдает, и это сказывалось ли так или иначе во время предвыборной кампании в той риторике, которая имела место быть Египта. Обвиняли ли президента вот в такой вот, ну скажем так, я бы не сказал предательстве, но, скажем так, отказе от традиционно важных интересов и принципов, на которых настаивает общественность? Ну, пожалуй, пожалуй, его в этом не обвиняли, вот, ну, а что касается Египта, вы знаете, я бы сказал, что он сейчас в мире занимает такую среднюю позицию между США и Россией, и, и, кстати, он среди тех шести государств, которые в начале будущего года должны вступить в БРИКС, так, вот, и в общем, это тоже, тоже где-то показатель того, что его отношения с нашей страной нормальные. Конечно, в последнее время Сиси не приезжал к нам, так, но до этого был не раз и в Москве, и в Сочи, и в Сочи прогуливался с нашим Путиным, вот, так что, в общем, то, что он пытается, я имею в виду Египет, пытается брать хорошее оттуда, откуда ему это дают, справа или слева, но не как сказать это, не могу, извините, вот, в общем. Понятно, спасибо, Леонид, спасибо, Владимир Владимирович, спасибо. Коллеги, если вопросов больше нет, тогда я от лица всех участников, поблагодарю Владимира Владимировича за выступление, еще раз поздравлю с выходом нового сборника документов, будем ждать его, чтобы можно было приобрести, почитать, и будем ждать новых работ. отлично. отлично. отлично.